всем привет сегодня у нас опять уралвесовоз продолжаю борьбу с вибрациями передней подвески как обычно короче сегодня 15 августа уже весь грязный ремонтирую разбираю там снял продольную тягу которая к редуктору крылевому идет и у этот цилиндр этот усилитель спасибо всем за комментарии в прошлом видео что написали такие как бы по делу все многие пишут что колеса типа за счет диски колеса тоже это как бы влияние оказывают сильно тоже какие-то кривые тут тоже не идеальные так сказать другие ставил тут и вот в том году позапрошлом году и все но такая вибрация была но тогда они как-то не такая сильная была она кратковременная такая когда бывает то есть то нету так а тут что последнее время еще сильная стала и у меня подозрения такие тоже были что рулевые надо вот наконечники там тяги смотреть именно усилитель вот рукой-то прям делаешь он болтался тут еще кое-что какие причины есть я покажу сейчас вот разобрал посмотрел там чё к чему уже а до этого я чё делал еще поперечная тяга между колесами которая стоит большая я на ней поменял один наконечник потом другой наконечник поменял и ничего не изменилось это уже после того как ступицу я поменял и на новой ступицы тоже не соосность было 0 2 0 3 может там сколько-то миллиметра то зазор короче тоже даже новые уже это кривые ступицы на старых ступицах там еще выработка такая была износ от диска и плюс еще сам диск на диске еще выработка там тоже такие износы тоже это влияет плюс покрышка сама тоже не ровно еще может быть все это влияет оказывает на вибрации влияние то скажем вот правое колесо поставил на все идеально почти ровно крутится другое запаску поставил а амортизаторы короче убрал убрал амортизаторы по-другому стало вот это вот ну вибрация с амортизаторами вибрация была когда вот ну где-то примерно в диапазоне 60 70 так вот километров ну плюс-то минус 5 километров где-то там 55 где-то вот так вот 70 в этом диапазоне вибрация самая сильная такая была начиналась а вот мак затор и снял короче еще хуже стала ну как она осталась вибрация от это но она стала как-то в широком диапазоне она стала вообще при 40 даже это вот допустим 60 едешь вибрация начинает вибрировать газ скорость сбавляешь и где-то до 40 где-то все еще вибрация так или до 45 потом все потом меньше 40 уже все раз перестает и больше едешь тоже где-то 70 всю вибрация идет 75 такая не сильная уже и получается они тоже на кабину вот это на тряску кабины амортизаторы отказывают влияние так ладно сейчас пойдем посмотрим что-то так что вот разобрал тут все вот тяга вкладыши нормальные палец тоже вот нормально еще тут как ржавчина такая какая-то по краям вот здесь полоска такая ржавая стала кает и здесь а так износа какого-то большого нету немножко может такая совсем маленькая выработка что эти нормально вот он тоже палец туговато короче то ходит нормально пальцы на поменяю вот цилиндр тут еще не снял эту сторону это на выбить вот сейчас покажу нажимаю тут час вид такой вот он снятый легко-то ходит уже уже износ какой-то такой сильный короче уже вот эти точно надо менять уже сильный как бы изношено вот люфт еще какой рулевой колонки сама по идее на рулевое делать получается на будет снимать все рулевое полностью шланги все откручиваясь и сливать масло кардан и вот тут болты вот раз гайка болтом это вот здесь две его три вроде бы три болта и стой стороны сзади крышка там такая стоит и под ней там регулировочные прокладки подкладываются ну там как сектор там и так вот называется вот в этом месте стоит зубчатый сектор и там вот он вот как бы среди его свалом все надо устранять все делает на дело чуть дальше потом посмотрим так ну чё продолжаю менять наконечники на рулевых тягах тут короче чё кушу ремкомплект вот такой палец рулевой только фану 2 и короче чем такая ситуация вот палец мы по листа еще более менее нормально пальцы такие еще как бы вроде ничего но вкладыши вот эти вообще дерьмо вкладыш стопроцентно фуфлок кают они вообще вот этот металл не закаленный даже это бы с виду от видно что он синий такой типа как закаленный кого-то типа видать нагрели и потом остудили просто и получился такой вот синий такой тоже немножко синеватый где-то вот есть у меня старый еще было такое же тоже такое же фуфло и короче ситуация к вот он можно посмотреть вот видно напильником точится спокойно вообще вот таким для пилы напильник для штиля вот пропилил такую прорезь сюда наверх попилил чтобы что отмазка выходил с двух сторон вот здесь на одной проточки пропилил и вот на другой тоже на двух штуках тут 4 все но это не оригинал не настоящие вот свои ураловские они такие они очень такие идут во первых на них вот этих полосок таких нету четырех штук там две полоски только и они вот так под наклонами ну вот так вот загибаются отсюда так под наклоном и 2 так тоже под наклоном вот это отверстие пропил он выходит прямо вот сюда но ты допустим пыльник так стоит сверху и она как бы смазка сюда выходит тоже выдавливается наружу под этот пыльник здесь смазка тоже было а вот если его ставить вот такой простой не пропили на его там ничего не пропили на тут как бурки по краю идет получается и получается что когда смазываешь смазка остается там внутри вся вот здесь где-то там даже даже сюда вот она не попадает ну как бы он мажется конечно все равно тоже ну не так как бы хорошо вот тут кверху маска не идет получается здесь маски нету тут какая-то грязь попадает на песок какой-то всякая параша и она потом сюда попадает и начинает изнашивать все здесь а короче вот эти которые вот снимал сейчас напильником точишь они скользит по верху напильник так как-то вообще даже но он даже не врезается кому-то тупой напильник ну немножко может там я скреб и чуть-чуть может так прозрачилась немножко очень чуть-чуть а когда он в основном скользит как металл твердый закаленный специальный металл как тоже вот это чудо фуфло делать и сегодня вот ездил тут весь город объехал все магазины там не продают вообще такие нормальные вот такие вот продают фуфло такое и в комплекте вот в таких тоже продают тоже такие же такое фуфло а главное смотрел целиком наконечник сборе все целиком наконечники продают уже газов ну видимо заводские там или какие в них нормальные вот эти вкладыши видно здесь как про . такая и здесь такое фуфло запчасти делают вот эта резина тоже такая же фуфло вот это резина то и вот сейчас где-то вот тут краю заусницы здесь были я так спокойно берешь такие рвешь таких отрывает спокойно очень напрягается будто не резина какая-то такое твердая какое-то как будто но не тянется даже резина это на ты кисла рвется так вот этот пыльник я меня вот когда но не так давно на урале который стоит насколько я не знаю ну год прошел наверно что это на нем много ездил считаю что не ездил и он уже там весь порвался весь там так потрескавшаяся вся такая резина вот эти не продают тоже нормальные вот такие амортизаторы вот подают какие-то вот эти еще более-менее 2 план как они называются полиуретановые типа вот эти они еще более-менее такие а есть какие-то резиновые которые продают они вообще их и берешь зубами прям так вот за край кусаешь он так прям рвется вот так кусок резина можно оторвать зубами спокойно так не резина какая-то непонятная ерунда такое фуфло вообще бесит ножик купился еще тут а то потерял ножик у меня был нож такой же вот примерно что-то потерялся куда-то не понял купил новый за 75 рублей горелку нашли в лесу лес короче за лесом ездил там мужик вот нашел такую горелку это типа как она называется паять паяльная когда горелка типа и короче сейчас горелка написано сделано в ссср на качество стоит вот год выпуска и месяц 1179 ничего себе 11 месяц 79 год ты туда куда там взялась не кто-то видать потеряли по ходу дела что ли в продольной тяги когда круглевом уйдет в ней вот где к сошке цепляется в этом наконечнике вот этот вкладыш болтался в корпусе так чуть-чуть к вну и так чуть-чуть нормально болтался где-то полмиллиметра где-то точно болтался люфт такой был я взял вот это место как так сваркой начеркал и трудно просто чирк 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 начеркал везде по кругу полностью я в тугую там забил так хорошо туго так забился нормально еще меняют на усилители всю эту ерунду кучу то вот ведь но и придется эти ставить что нигде нету так бы конечно где-то найти хороший наконечники целиком сборе покупать только если пока короче эти поставлю человек на ноги выкидывать что пускай стоят на сколько ходит посмотрим а потом если человек это может найду где-то хороший тут сальники еще взял тоже запасово 5 штук ступичная то их бывает читали разбираешь колесо и нету сальника еще и бывает их и не продают еще не найдешь еще у нас тут ладно все иду что-то делаю дальше вот снял наконечник цилиндра тут с этой стороны что выкручивается здесь ну вклады что давай проверять он свободно короче болтается легко вообще люфта такого сильного нету как бы так сильно то не ходит но вот так вот немножко телепается ну прокручивается спокойно и там который старые стоял он видно когда-то выбивал его он легко тоже вышел и видно что тут натертый такой здесь сверху был здесь то по бокам такой нашлифованный такой блестящий все вот навалил начинку там немного плохо видно будет на такую начеркал немножко так сварки просто и все сейчас подбиваю все окали на эти большие которые почищу и забью его в тугую чтобы он там сидел тем более те я не сыромятина так они залезут вообще нормально ничего и потом другой конец другой конец знаю может тоже болтается может тоже придется снимать там туда придется мне цилиндры снимать эти шланги откручивается масло сливать гидравлики продолжаю дальше делать пришлось снять цилиндр целиком сборе этот поменял уже сухарь здесь внутри болтается тоже на будет наваривать здесь как и как и с той стороны тут наварила сейчас нормально сам вообще в тугую забился вообще хорошо и здесь также и заодно думаю сниму наваривать по-любому снимать на счета и заодно думаю поршни поменяют на поршни резинки я покажу вот эти колечки какие-то тоненькие отточенные уже износились как бы со временем зимой я в рулевое в мгз масло заливал ну чтобы как бы не замерзала в морозы и вот этого мгз заливал она как бы нормально но когда нагревается двигатель все нагревается долго ездишь и рулевое так тяжело крутилась сейчас летом ездить стал на нем на этом в мгз так вообще нагреется вообще не поворачивает как поворачивает когда на оборотах на больших держишь чтобы двигатель так все более-менее что-то на малых вообще нисколько вообще чуть оборот избавил все не поворачивает да и газуешь так сильно тоже не так уж сильно хорошо поворачивает потом вот дизельная залил летним 10 дм и стала нормально поворачивать ладно все это короче делают собирают тут все нормально тут все хорошо собираю навариваю ставлю наконечники все это ерунду и ставлю на место амортизатор еще меня поставить и все и в принципе на сегодня готова там ну потом надо будет заливать масло усилитель прокачать все там чтобы это воздуха не было все сделал стоит на месте крышки новые здесь поставим амортизатор новый здесь люк так вот сошки все равно есть получается еще рулевом остался люк и вот продольные тяги вот в этом наконечнике тоже люктих вкладыши болтают в корпусе которую надо будет потом не снять сделать отдельно а так тут все почти что в идеальном состоянии ладно все еду будем проверять все 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 Раньше было 60, где-то едешь. На шестиной тебе начинала вот такая фигня, болтанка. Быстрее едешь нормально или меньше наоборот. Неплохо трясет. Не сильно. Нормально. Более-менее нормально ездить будет. Ну и 70, не болтать начинает. 70-75. При 60 нормально. Сейчас буду потихоньку разгореть. Будут смотреть, как будет лезти или не будет. При каких оборотах, при какой скорости будет лезти. При 60-70 где-то нормально еще. Вот выше 70. Начинаешь набирать, уже начинает потрясывать немножко. Так, пока не сильно еще будет. А он не постоянно как-то трясет. Хоть трясет, кто-то не трясет. Видимо, как-то не знаю почему. Вот, немножко потрясаю. Хоть трясет сейчас. Скорость 75. Все, трясет, видно. 70 скорость. Почему-то стало трясти наоборот при большой скорости. Вот 60, уже 65 где-то. Уже почти не трясет. Ну, нормально. Ну, сейчас хоть ехать можно нормально. Из напряга. А то такая трясучка была. Вот вчера ездил. 2 дня назад. До замены этих. Законечников. Вообще трясло конкретно. Даже при 40-45 где-то в километрах трясло. 50, 60, 70, трясло. Где-то свыше 70. Где-то 80. Разгоняешься. Более-менее не так трясло. И то трясло хорошо. Сейчас. Почти нормально встало. Как бы уже ездить можно. Но все равно что-то не то. Надо все равно что-то еще делать. Надо будет вот это. Колесо вот это левое. Виляет. Сама резина или диск плохой. Надо смотреть. Потом. Поперечную тягу надо будет. Поговорить там. Вкладыши. В корпус. В корпусе. В люфт убрать. Сделать. И. Схождение еще надо посмотреть. Отрегулировать точно. Ну в принципе схождение нормальное. Оно как бы. Вашину в сторону не тянете куда. Как бы она ровно идет. Может. Плюс-минус там какое-то. Не точное конечно схождение. Там точное не сделаешь. Диски кривые. Колеса кривые. Вот так. Примерно. Вот. Тряска опять начинается. И 80 км. Скоро. Вот. Трясет. Так это даже сильно стало. Оно как-то не постоянно. Оно там прядет. Потом можете трясти. И рулевое еще не надо будет сделать. Вот. Люфт рулевом тоже еще. Имеет. Так сказать. Сначение большое. Но в основном мне кажется это вот. Колеса сейчас остались у меня. Кривые колеса. Диски. Буду продолжать по этой тематике делать видео. И если еще продолжение будет. Ну все наверное всем пока. Всем всего хорошего. Удачи. До встречи. Еду. Подъезжаю к городу уже почти.